Субтитры делал DimaTorzok Вот с таким, знаете ли, легким, как мне показалось, налетом недовольства от обсуждаемых сумм и не менее легких намеков и сомнений на возможные то ли злоупотребления на эту тему, то ли адекватности цифр. Но оно, в принципе, совершенно правильно, что пресса интересуется и размерами доходов чиновников и прочих госслужащих и исследует их на предмет того, действительно ли зарабатывает служащий эти деньги своим квалифицированным трудом или просто получает. И общественность тоже должна об этом быть информирована и давать свою оценку, отрабатывает ли власть, тратимая на ее содержание бюджетные деньги. Но, сами понимаете, что можно вот просто информировать почтенную публику фактами, а можно пытаться формировать общественное настроение с помощью набора профессиональных приемов, намеки, предположения, оценки экспертов в определенной тональности. Вот в таких делах как раз важны и интересны расставляемые акценты и прочтение между строк. Ну так вот, у меня вот и сложилось впечатление, что коллеги не испытывают особых восторгов по поводу зарплаты Фурсова, что и пытаются транслировать в народ. Я, конечно, в своих оценках, может, и ошибаюсь, но вот как раз они-то в этой истории вообще мало кого должны интересовать. Другое дело, как сам Олег Борисович воспримет подобные публикации. А сдается мне, что именно в этой вот тональности они ему мало понравятся. На ровном месте доказывать, что ты не верблюд, дело неблагодарное. А для стороннего наблюдателя, ну, статья и статья. Приятная она к герою повествования, неприятная. Ну, причем тут, мол, взаимоотношения с коллегой по управлению городом. Особенно, если он не заказывал публикацию негатива или вообще любой информации, которая может быть воспринята общественностью, неоднозначно в адрес того же Фурсова. А я вот более чем уверен, что госпожа Андреянова ничего такого лишнего себе не позволяла. И она вот никак не стремится к обострению отношений. И более того, отдает себе отчет, что напряженность и недоверие в отношениях между главой города и главой городской думы не в интересах никого из них. Вот потому что, если это еще пойдет в ущерб конструктивной работе, и то есть уже в ущерб всему городу. Но в том и дело, что в этой истории, пусть она сама напрямую и ни при чем, но все равно в стороне остаться не получится. Ведь дело-то все в том, что подобные публикации про чиновников такого уровня сами собой без приказа сверху, ну или как минимум согласования с руководством издания, не появляются. А председатель думы городского округа Самара Галина Андреянова, жена директора газеты «Самарское обозрение» Александра Андреянова. Директор, конечно, на редакционную политику напрямую не влияет. Это скорее специалист, отвечающий за хозяйственно-финансовую часть, но все же. Поверить в то, что он вообще не в курсе происходящего, можно, но сложно. И в любом случае происходящее требует пояснений для прояснения ситуации. Ну вот прям представляю себе картинку, что спрашивает Фурсов Андреянова при случае. Галь, что происходит-то? Что за муть какая в газете твоего поперла? Заказ или так их с катушек сорвало? Она ему, Олег, ну не знаю, сама в шоке, ты не подумай, я ни при чем. Оно может, конечно, и не подумает, но осадочек-то, я думаю, что по-любому останется. Вот если такие публикации не прекратятся, то осадочек этот со временем утянет личное отношение на дно. И выйдет, что как-то уж совсем скоро и быстро единая команда разобьется на два противостоящих лагеря. А вот это и плохо как раз, если главы исполнительной и представительной власти Самары будут на ножах, ну или просто хотя бы морозятся друг от друга. Для города плохо. Но потом как это будет уже негативно сказываться на всей работе по управлению городом, ну и соответственно будут сбои, срывы, это все неизбежно. Равно как и принятие ненужных решений и непринятие нужных. А вот за это потом с них обоих могут спросить уже на более высоком уровне. Вот, ну, хотелось бы все-таки, чтобы именно до этого-то и не дошло. И несмотря ни на какие провокации, смогли бы сейчас разобраться, откуда ветер дует и что с этим следует делать. Субтитры создавал DimaTorzok